То, что воюющие стороны достаточно широко применяли трофейное вооружение и боеприпасы, известно, пожалуй, всем, кто хоть немного знаком с историями войн. Начиная со второй половины 1943 года, когда стратегическая инициатива полностью перешла к Красной Армии, в ее руки стало попадать большое количество трофейного вооружения и боеприпасов, в том числе авиабомб. Информации о применении трофейных авиабомб советской авиацией очень мало. Но то, что на научно-испытательном полигоне авиационного вооружения был разработан способ крепления отечественного взрывателя на трофейных немецких авиабомбах, а разработчик этого крепления был награжден правительственной наградой, говорит о том, что бомб было захвачено в таких количествах, что возник вопрос о применении на них советских взрывателей. Как известно, в советских авиабомбах взрыватели размещались или в донной, или в головной части. Немецкие авиабомбы снаряжались преимущественно боковыми взрывателями, размещенными в средней части корпуса, так что не каждый советский авиационный взрыватель сработает, если его установить на немецкую бомбу. Поэтому для снаряжения трофейных авиабомб применялись модернизированные авиационные взрыватели типа АВ-1, имевшие всюду бойный ударный механизм. То есть они срабатывали даже в том случае, если бомба падала плашмя, что как нельзя, кстати, подходило для немецких трофеев. Эти взрыватели обозначались как АВ-1Ф и АВ-1М. По своему назначению и конструкции взрыватели АВ-1Ф полностью соответствовали взрывателям АВ-1 других модификаций, отличаясь только специально разработанной крыльчаткой флюгерного типа, позволявшей взводить взрыватель при боковом размещении в корпусе авиабомбы. Данную модернизацию провели в 1943 году на серийном заводе, где изготавливали взрыватели семейства АВ-1. Позднее для окончательного снаряжения трофейных и отечественных фугасных авиабомб был разработан взрыватель мгновенного действия АВ-1М, принятый на вооружение ВВС Красной Армии в 1944 году. Об интенсивности применения трофейных немецких авиабомб на заключительном этапе Великой Отечественной войны можно судить по отчету обзор боевых действий 2-й воздушной армии в Берлинской операции войск 1-го Украинского фронта, что хранится в Центральном архиве Министерства обороны. В настоящее время этот документ доступен на сайте «Память народа». Он интересен тем, что в нем дана раскладка по применению трофейных и отечественных боеприпасов в той операции. В первой части этого отчета, в котором рассказывается о ходе подготовки к берлинской операции, дана таблица в потребности боеприпасов. В ней нет разделения бомб на советские и трофейные, но далее в пояснении говорится. Как видно из приведенных данных, запасы, созданные тылом армии к началу операции по основным видам боеприпасов, обеспечивали напряженные боевые действия авиации в течение свыше четырех-пяти дней. На этот период вполне достаточно было любого ассортимента бомб и других видов боеприпасов. Некомплект некоторых калибров авиабомб на аэродромах и в складах не мог отразиться на бесперебойном обеспечении частей в течение четырех-пяти дней максимальной боевой деятельности авиации. На подходе к головным авиационным складам РАП-СВ находилось боеприпасов и горючего еще на три-четыре дня боевых действий 2-й воздушной армии. В большом количестве были бомбы весом в 500, 250 и 50 килограмм. Так, например, из 206 бомб калибра 500 килограмм 162 были трофейные. Из 8484 бомб калибра 250 килограмм 7741 были трофейные. И из 10107 штук ФАП-50 4837 были трофейные. Запасы фугасных трофейных бомб составляли 44% общего веса фугасных бомб, планируемых для использования в операции, что в значительной степени облегчало бесперебойное обеспечение бомбардировочной и штурмовой авиации боеприпасами, сокращало напряжение работы транспорта. Далее в документе сообщается, что с 10 по 16 апреля произошло дополнительное пополнение центральных складов некоторыми видами боеприпасов. Из этого отчета мы также узнаем, откуда на складах 2-й воздушной армии скопилось так много трофейных боеприпасов. Тыл 2-й воздушной армии был подготовлен значительно лучше предшествующих операций. Захваченные авиационные боеприпасы противника в Селесской операции в большей степени облегчили напряжение транспорта не только в подготовительный период, но и в ходе операции. Верхнеселесская операция проводилась с 15 по 31 марта 1945 года частью сил 1-го Украинского фронта с целью ликвидации угрозы флангового удара и овладения Селесским промышленным районом. Во время проведения этой операции было захвачено 243 склада военного имущества, в том числе и эти авиабомбы. В разделе «Подготовка инженерно-технического обеспечения» мы можем узнать, что в ходе проведения операции из общего количества боеприпасов, которые планировалось израсходовать, на долю трофейных боеприпасов должно было приходиться более половины. В операции предстояло использование большого количества трофейных бомб до 60% от общего числа. Последнее потребовало от инженеров частей организации изучения немецких бомб, не применявшихся до этого. Частями было освоено использование кумулятивных бомб СД-4, осколочных бомб СД-1 и кассет АВ-1-2-70. В итоге проведенной технической подготовки к операции материальная часть была приведена в полную боеготовность, значительная часть неисправных самолетов введена в строй, летный технический состав был подготовлен к эксплуатации матчасти в летних условиях с учетом особенностей аэродромной сети, а также к массовому использованию трофейных боеприпасов. Конечно, в реальности даже тщательно продуманный план подвергается корректировкам. Во второй части отчета сообщается о действиях 2-й воздушной армии во время проведения берлинской операции. План расхода боеприпасов и ГСМ в берлинской операции в ходе боевых действий был несколько изменен. Запланированное поступление боеприпасов и ГСМ из центра пребывало со значительным опозданием и в меньшем количестве, чем предусматривалось планом. 27% фугасных бомб было недополучено. Этот некомплект не оказал особого влияния на ход боевых действий, ибо запланированное напряжение авиации полностью не было выполнено. Некомплект фугасных бомб в значительной мере был покрыт за счет расхода трофейных бомб, в основном среднего калибра. Так, за операцию было израсходовано. СЦ-500 – 60 штук, СЦ-250 – 4813 штук, СД-50 – 2987 штук, ЗАП-50 – 1142 штук. Всего в весовом отношении израсходовано 1440 тонн трофейных бомб, 190 вагонов, что составляет 28,4% от общего количества израсходованных бомб за операцию. Внутриармейские запасы трофейных бомб были значительно больше, но отсутствие достаточного количества взрывателя АВ-1Ф ограничивало их применение. Как мы видим из этого отчета, трофейных авиабомб было израсходовано значительно меньше, чем рассчитывалось во время подготовки к операции. То есть не 60%, как планировалось, а 28,4%. И связано это было с отсутствием необходимых взрывателей, но все же и итоговые цифры также выглядят внушительно. Практически каждая третья бомба, упавшая на головы врага, была немецкого производства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова